Всем привет! Покажу то, с чем будем творить в красоту. Это будет свадебный альбом большого формата в традиционном стиле классическом. Итак, в нашем распоряжении новый набор свадебный от Фотоплей. Интересных, красивых оттенков. Необычные сочетания, не избитые, не приевшиеся. Посмотрим, что тут у нас. В наборе 12 листов. Листы двухсторонние. С карточками, да, с вырезанными, с мелким принтом. Все принты отлично сочетаются между собой. Какие-то элементы можно повырезать. Если вы любите, это можно легко устроить. Самый любимый мой, наверное, будет лист в коллекции. Вот такие вот сочетания. Лист с наклейками традиционный. В нашем распоряжении также необычный китовый набор, картки. Также от Фотоплей из этой же коллекции свадебных. Такие же принты, насколько мне известно, здесь присутствуют. Но этот набор предназначен полностью для свадебных открытых и приглашений. Если вы любите, если вы увлекаетесь или очень хотите попробовать, это идеальный вариант. 9 листов в этом наборе. И даже есть варианты, какие можно сделать. В нашем распоряжении также высечки. В коллекции входят высечки. Разных размеров, разных форм. Есть побольше, есть поменьше. С написями, с буквами, с кружочками. В наборе с карточками, кстати, также присутствует весь наклейок. Я нарезала все карточки, которые были у нас в китовом наборе. Это и основы для открыток, и подложки поменьше, и очень много мелких и не очень мелких разных размеров и форм карточек и надписей. В целом высечек получилось не просто много, а очень много, очень большое количество. Они все разные, все интересные, много надписей, как я люблю. Вот такие. Также я нарезала основу для страничек. Альбом будет большой, классического стиля, размером 25 на 20,5 сантиметров. Вот такие странички у нас будут. И фишкой нашего альбома будет прозрачная страница. Это прозрачный пластик. Вы можете взять акриловую страницу, либо использовать обычную бумажную страницу. Продолжение следует... 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 также я приготовила сюда тоже открывающийся элемент обрезки обрезочки можно располагать так как вам больше нравится можно отступать от края какую-то до часть определенных можно какому-то краю одному его плотную подвести также у меня вот такие есть кусочки они тоже легко находят применение страницах стала склеить третий разворот довольно мелкие принты на каждой странице поэтому будет немного меньше подложек я приготовила вот такой открывающийся элемент вот такая подложка под фотографию здесь я уже строила магнит чтобы эта фотография могла держать весь элемент подложку приклеим сюда и в открывающейся фотографии также будут подложки можно оставить свободным место чтобы расположение фотографий было уже свободным для владельца этого альбома вторая страница второй странице также будет карман я хочу чтобы в него заходили две открытки поэтому смотрим на каком расстоянии от края мы его расположим и приклеиваем с трех сторон безумно красивая бумага жалко выбирать вообще какую-либо сторону хочется использовать все сразу отлично входит открытки вертикальное расположение фотографий на этой странице и поддержим ее немного обрезка четвертый разворот предполагает собой прозрачную страницу я ее уже оформил тут также рамка для фотографии оформляем наш разворот я также использую обрезки оставшиеся от нарезки основных страниц они довольно крупные и хорошо могут поддерживать тон и общее настроение альбома фотография будет располагаться внизу под ложечек для создания многослойности чем особенность прозрачной страницы прежде всего в том что декор на ней должен отзеркаливаться с другой стороны зеркально отражаться чтобы не видно было с другой стороны подложки те которые мы делали сейчас рассмотрим подробно так ну вот тогда хочется чтобы подложек было достаточно и чтобы странице был воздух чтобы было видно красивые принты так помним что нам нужно место для фотографии о господи для место для наши открытки я хочу чтобы она на этот раз была вскрыта также от первого взгляда поэтому эти корешочки мы тоже закроем потом впоследствии декором я приклеиваю держатель для наши открытки по краям вот таким образом они будут работать прозрачная страничка на прозрачной страничке это уже оборотная сторона и на прозрачной страничке также можно располагать элементы раскладные то о чем я говорила да будет видно приклеенные стороны поэтому все таки лучше делать прям один в один подложки точно такие же это у нас заключительный пятый разворот в альбоме вот такие элементы у нас будут это также рамка для фотографий мне кажется они достаточно торжественно смотрятся добавляют объема приближают визуально фотографию зрителю безумно приятно работать с этой бумагой она интересная она необычная она во многом ломает стереотипы сложившиеся в скрабукинге и внутри будет еще одна подложка для открывающейся в бок фотографии она меньше предыдущей если все фотографии в альбоме ориентируются на стандартный размер 10 на 15 уже такие маленькие фотографии это размер 9 на 13 она также будет скрыта от глаз вот таким будет наш пятый разворот приступаем декору первого разворота я не клею внутренней подложки сразу никогда для того чтобы иметь возможность потом как-то где-то ну какой-то декор вот так вот внутрь подсунуть если мне вдруг захочется для того чтобы наша рамочка не была такой уж скучной я ее немного поштампую если штамп не пропечатается ничего страшного но в целом он немного созвучен с принтом на бумаге смотрится в принципе неплохо для декора я использую высечки и также обрезки бумаги которые у меня остались после создания всех элементов альбома такой флажок я сделала самостоятельно просто вырезала ножницами края примерно вот так располагаться при декоре альбома я также использую те вырезалки которые у нас образовались от вырезания элементов из альбома для открыток там их получилось очень много и они идеально подходят я люблю делать вот такие какие-то элементы самостоятельно да можно потом какую-то надпись также пристроить для декора также использую цветочки самодельные это отстамповка с эмбоссингом у нас здесь рамка поэтому приклеиваем мы на сам уголок на рамку так чтобы фотография легко заходила и не испытывала каких-либо неудобств для этого можно просто даже саму рамку клеем обработать и уже тогда точно не промахнетесь так примеряем декор как мы хотим чтобы он у нас выглядел элементы из кальки также использовала эмбоссинг мелкой черной пудрой такие элементы делать очень легко а смотрятся они довольно выигрышно получаются воздушными и легкими цветочки из набора прямый маркетинг цветочки тканевые и долговечные украсим рамочку также сверху сверху добавляем немного золота в нашу композицию таким образом немного гамма кроме того что разбавляется более какие-то торжественные элементы мы в нее привносим используем наклейки наклейки гирлянды одни из моих любимых во всех наборах я очень рада что в наборах американских производителей они практически всегда присутствуют сердечки куда сердечки покрашены акриловой краской золотистой можно также обработать их при помощи эмбоссинга первая страница готова вторая страничка также я пока не приклеила подложки и будет работать пока так высечки я очень часто немного тоже подстраиваю под себя вот таким образом например мне нужен такой длинный флажок я его обрежу и подсуну уже вот под этот круглый элемент вот так при желании можно элементы также приподнимать на пивной картон но у меня здесь уже будет украшение с чикборда и перебором у него не хотелось так цветочек я отрываю задние зеленые лепестки потому что они нам сюда немного не в цвет так также отштамповка с эмбоссингом осталось приклеить склеивать начинаем с самых легкодоступных для приклейки мест с нижних карточек с подложек так у нас уже можно сказать самодельный элемент так пока поторопилась я с ним и еще и и и и и и и Продолжение следует... 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 Я сделала цветочек самостоятельно, простой, двухслойный. Из обрезочков также бумаги, которые остаются в каждом альбоме. Вот так будет выглядеть наша композиция. Ее нужно немного равновесить сверху. Надпись приподняла на пивной картон. Большая надпись. Вот так будет выглядеть. Декорируем вторую страничку разворота. Здесь у нас наши открытки. Мы их оформим немного позже. Также использую выгруппу. Высечку приклеила на кусочек бумажки. Флажки сделала самостоятельно ножницами. Снова в ход идут высечки мои с эмбосингом самостоятельно сделаны. Красивый завиток. Так. 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 И вот так. Разворот готов. Нам нужно собрать открытки для нашего альбома. Открытки будут плоские, чтобы они у нас во все кармашки входили. И не замысловатые. Одна вот такого формата и две открытки попроще. Так. 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 Я уже говорила, что все я делаю из обрезочков и из тех материалов, которые были в китовом наборе для создания открыток. Чередуем темные и светлые фоны. Тут такой же принт, как и в основном наборе, но более мелкий. Так. Две открытки из трех готовы. И один из самых простых вариантов. Плажок также был в этом наборе с вырезалками. Вот. Такая вот открытка. Вот. Осталось их разместить там, где они должны находиться. Я приклеила переплетный картон к нашей мягкой основе. В моем случае это флис. На расстоянии 5 мм. Для того, чтобы легко сгибался наш блок, можно примерить. Внутренний блок идеально входит в это пространство. Так. Размеры обложки немного больше, чем размеры страниц. Если размеры страниц у меня 20,5х25 см, то здесь у меня 21х26 см. И корешок 5 см. Шириной 26 см длиной. Приклеиваем ткань. В моем случае это эко-кожа золотистого цвета. Вот так что надо сделать. Отлично. В процессе работы я поняла, что мой кожзаменитель отрицает полностью клей-момент, поэтому я перешла на ПВА, ПВА-столяр, строительный клей, даже немножечко приспособилась, даю ему подсохнуть и тогда он хорошо схватывается. Вообще обращайте внимание на то, что кожзаменители бывают разные в разных магазинах, у меня уже не первый случай такой, что бывает толстовато, бывает вот как сейчас не клеится на клей-момент, просто нужно смотреть, пробовать, возможно проводить какие-то пробы перед тем, как вы уже возьметесь за альбом. Чтобы уголки у нас не были толстоватыми, мы срезаем краешки. Срезаем, немножко подгибаем и приклеиваем вот таким образом. Приступаем к декору нашей обложки. Я использую вырезалки из набора с открытками. Вот такая большая карточка. Мне кажется, она очень подходит к нашему стилю альбома, к лаконичному. Но вот надпись эту я, конечно, закрою. Вот таким образом. Можно немножко вот эту подложку приподнять на пивной картон, если есть желание. Можно сделать объемную рамку. Как ваша фантазия вам подскажет. Надпись подверглась имбосингу в два слоя. Получилось очень глянцевое покрытие. Красивое. В принципе, да, уже вырисовывается концепция. Для любителей минимализма можно оставить и так, но у меня душа просит чего-то еще немного. Так, немного поехала. Мы примеряем и смотрим. У цветочков я убираю чашелистник, потому что он нам немного не в цвет, не в тон. Располагая цветы, ориентируемся на надпись. Мы же не хотим, чтобы буквы наши были закрыты. Располагая цветы, ориентируемся на надпись. Пожалуй, на этом можно остановиться, либо добавить какие-то акценты в виде камушков. Мысль о камушках не дает мне покоя, поэтому я решила их все-таки добавить. И добавлю я их в три разные точки. Это помогает вниманию концентрироваться на каком-то одном месте, не рассеивать его. Вот примерно как-то так.